Дорогие друзья, прежде чем здесь начнется то самое волшебное действие, ради которого мы все сюда пришли, и прежде чем здесь появятся бенефицианты фестиваля, хочется всем присутствующим подарить маленькую возможность. Предлагаю всем вам, дорогие друзья, стать первопроходцами фестиваля, поскольку вы здесь находитесь, а ведь не все же еще сюда пришли, поэтому, пожалуйста, все, что мы сейчас здесь вам очень быстро и коротко, надеюсь, расскажем, передайте, пожалуйста, всем, кто этого не слышал. Это очень важно. Вот вы флагманы нашего фестиваля, вы все. Поздравляю вас с этим. Дорогие друзья, у фестиваля бенефициант есть несколько традиций, и их очень важно соблюдать. От этого зависит наше с вами комфортное нахождение на фестивале. На фестивале мы стараемся наносить минимальный вред этому чудесному, уникальному природному месту. Если у вас такие проблемы с дровами, что вы не понимаете, где их брать, обратитесь к зеленым человечкам, может быть, они вам что-нибудь подскажут. Не пытайтесь использовать зеленые насаждения бесчеловечным образом. Это правило зеленого друга. Это не про меня. Есть еще одно правило нахождения на территории фестиваля. На территории фестиваля бенефис не принято находиться в нетрезвом состоянии. Если вы очень сильно замерзли, и вам нужно прогреться изнутри, пожалуйста, сделайте это в палатке, и в палатке дождитесь, когда пройдет эффект. Спасибо. Постарайтесь это запомнить. И если вы видите, что на фестивале находятся люди, не соблюдающие это правило, и мешающие всем остальным комфортно чувствовать себя на фестивале, обратитесь к зеленым человечкам. Они найдут, довольно быстро найдут, кому дать необходимый сигнал, и кто поможет вам удалить с фестиваля неадекватных гостей. Третье правило. Когда мы находимся в зале, и в зале идет песня, идет общение выступающих с вами слушателями, в зале у нас не принято курить. Рядом с каждым залом находится специальное место для курения. Не принято во время исполнения песни проходить по залу. Дождитесь, пока закончится песня, и пройдите на свое место или с него. Это правило нашей с вами культуры. Мне очень хочется, чтобы вы запомнили хотя бы три основных правила. И прежде чем мы дальше продолжим наш фестиваль, мы обязаны дать слово, которое вы обязаны внимательно выслушать, запомнить и соблюдать. Слово врачу фестиваля, полковнику МЧС Виктории Кушковой. Ну, раз так представили, здравия желаю. Здравствуйте, дорогие гости фестиваля. Я очень рада видеть вас здесь. И думаю, что мы все тоже очень рады вас видеть. На нашем фестивале все работает. Все вас ждут, все вам рады. У нас есть туалеты, которые можно посещать круглосуточно и бесплатно. Стюарт показывает. У нас есть водозабор. Вода там вполне себе питьевая. У нас не принято разбрасывать мусор. Для этого у нас существуют мусорные мешки. У нас круглосуточно работает медблог. Если вдруг кто-то отошел, то есть подошли и никого нету, можно просто позвать, либо подойти к любому человеку с рацией и попросить вызвать врача. Ну, собственно говоря, и все. Старайтесь быть сухими, здоровыми, радостными, веселыми. Хорошего вам фестиваля. Вика, спасибо. И есть еще одна особенность фестиваля, про которую мы не имеем права, ну, секрет, который мы не имеем права от вас утаивать. Это вот этот свет, звук, откуда все это берется. Это все берется посредством электричества, дорогие друзья. Электричество имеет свою, вы знаете, особенность. Здесь, в сыром лесу, оно может таить в себе немало неприятных сюрпризов. Поэтому просим вас очень внимательно выслушать короткую, но внушительную речь главного электрика фестиваля Михаила Крылова. Мы убрали 220 палаток. Здравствуйте. Вот, собственно, где-то в лесу здесь на деревьях иногда и сядут розетки, иногда они в палатках. Обычно они в палатках в последнее время только в специальных палатках. Вот, там, в принципе, можно зарядить телефоны, но, пожалуйста, если вы хотите зарядить телефоны, то делайте это где-то в тех палатках с разрешением, собственно говоря, администрации того лагеря. У нас есть очень ограниченное число генераторов, от которых у нас питаются сцены, и они не рассчитаны на очень большие токи. Собственно говоря, пожалуйста, не включайте неисправные приборы и приборы большой мощности, типа кипятильников, электрочайников, собственных осветительных приборов в те розетки, которые вы все-таки каким-то образом найдете. Собственно, также большая просьба. Вот тот лагерь, как бы, там есть освещение. Освещение, чтобы всем было удобно, идет под землей. То есть кабели проложены под землей. Если вы решите там копать, то в какой-то палатке, а то и в нескольких, это освещение пропадет. Собственно, наверное, на этом все. Мы постарались максимально обезопасить электричество от вас, вас от электричества. Но просьба отнестись к этому с пониманием и быть внимательным. Большое спасибо, Михаил. Помните электричество вокруг. Ну, слава богу. Все самое главное мы сказали. А теперь то, чем нынешний наш фестиваль будет отличаться от восьми предыдущих фестивалей «Бенефис». Когда-то давно мы закончили, закрыли фестиваль «Второй канал» со словами «Этому городу нужен новый герой». И решили, что на нашем фестивале каждый год будут новые герои, которые будут приглашать новых гостей. А фестиваль «Второй канал», который, ну, давайте будем честными, вращался вокруг, по большому счету, одной фамилии. И держался фактически на авторитете вот одной фамилии. И тогда тот фестиваль держался на фамилии «Ландсберг». После того, как мы провели восемь фестивалей, мы подумали, не вернуться ли нам к этой фамилии. И выяснилось, что «Ландсбергов» за это время не прибавилось. А «Ландсбергов» за это время выросло какое-то совершенно невероятное количество. И вокруг них сформировалась такая огромная и мощная диаспора поющих, думающих, мыслящих, выступающих, замечательных людей, что не подарить «Ландсбергам» свой собственный фестиваль мы сочли себя уже не вправе. Бенефициантами девятого фестиваля «Бенефис» будут Ирина, Евгения, Анна и Борис «Ландсберги». Есть подозрение, что это будет самый многочисленный и самый наполненный бенефис. И я передаю бенефициантам с удовольствием эту сцену в их замечательные талантливые руки. Посмотрим, что получится. Вперед! Спасибо!